друзья мои всем привет сегодня у меня день такое рукоделие вот мы находимся сейчас у нас в гараже я вам не очень-то хочу его показывать потому что здесь у нас пока нет стеллажей так как я говорила да мы только переехали и у нас вот ну ладно немножко покажу видите как все сложено какая-то аппаратура старая в общем что то что то почему нас здесь такие завалы вот так что мне мне страшно показывать конечно вот ну ладно надеюсь со временем у меня здесь все-таки будет порядок вот смотрите вот есть вот такая картина вот она да не она так нравится но у этой картины рамка вся развалилась вот вообще вся то есть вот здесь была рамка и все как мы не пытались ее сюда прикрепить в общем бесполезно и что я придумала у меня вот здесь вот целая куча вагонки когда-то у нас эта вагонка была на мансардном этаже но мы там весь потолок переделывали и вот эту вагонку мы сложили сюда в общем то может быть где-то она еще сгодится она покрашена белой краской акриловой вот здесь разные куски в общем вот такая вагонка и в общем то что я решила сделать я решила из этой вагонки сделать раму для вот этой картины вот в общем вот сейчас муж помогает мне сделать вот здесь вот такой уголок под 45 градусов вот значит сейчас он мне вот такие заготовки нарежет вот он практически не уже резал их вот далее что я сделаю у меня есть краска белая акриловая но к сожалению из той краски которая у меня есть и ни одна не подходит вот сюда вот под колорит этой картины вот то есть у меня синие то есть краска но она слишком слишком ярковато будет для рамы поэтому я уже решила рама пусть будет она у меня белый вот в общем сейчас мне муж доделает вот эти заготовки вот осталось у меня еще вот эту подровнять вот я покрашу эту вагонку краской то есть обновлю она в принципе окрашена но просто надо немножечко обновить может быть лаком сверху покрою акриловый лак у меня есть еще остался от ремонта стула помните когда я стул ремонтировала реставрировала я для стула покупала и белую краску и белый лак прозрачный акриловый так в общем буду красить краска высохнет быстро и потом мы вот эту раму будем собирать я вам потом покажу как все получится значит да вы скажете может быть погонка старая грубоватая мне для этой картины как раз нужна будет такая вот рамка знаете брутального типа такого наоборот состаренная вот она мне не нужна такая прям красивая с узорами зализанная да как мы как вот на картинах там таких вот мне нужна именно вот такая рамка грубая пусть здесь сучки какие-то торчат какие-то вот выбоинки будут вот как раз то что надо потом эта картина будет у меня висеть в библиотеке на третьем этаже и когда мы повесим картину я вам уже и саму свою библиотеку покажу ну все сейчас пока отключаюсь сейчас я все покрашу и дальше процессе вам буду показывать вот смотрите следующий этап это вот примерили боковые стороны то есть это будет вот так вот все нормально ширина рамки будет нормально соответствует картине вот сейчас еще сделаем вот сюда и потом я эту рамку начну уже красить и дальше будем все детали рамки соединять единое целое ну вот заготовка уже готова вот все вырезано сейчас я рамку буду красить красочкой и что будет дальше потом покажу вам я перебралась в ванную и сейчас я крашу краской вот этой акриловой вот она белая краска акриловая и вот эту вот я уже покрасила вот эту вагоночку я смотрите чем хороша вагонка вот здесь уже есть паз видите вот этот паз и картина сюда в этот паз прям идеально вошла идеально даже не надо ничего выдумывать эти как классно поэтому посмотрите если вам нужна рамка рама для какой-то картины может быть вы даже и не станете багет покупать а в общем то посмотрите действительно приобретете вагонку это это дешево тут длина несколько метров там вы можете померить периметр картины посмотреть сколько вам надо это вагонки покрасить ее можно в любой цвет вот и все вот вам готовая рамка вот сейчас я ее покрашу сохнет она вообще очень быстро вот и дальше уже будем ее будем ее цеплять уже на картину вот она принципе уже беленьким покрашена но просто хочется обновить она все-таки у нас вагонка то это бушная когда-то она была на мансарде у нас на потолке поэтому лаком наверное я не буду покрывать потому что лак лак даст определенный блеск а мне что-то не хочется чтобы рамка блестела мне хочется чтобы она была матовая все сейчас я покрашу посмотрю может быть второй слой надо будет нанести это уже будет все по ходу я видите как ничего приспособил я приспособил сушилку для белья сейчас пустая стоит вот я ее вот эти вот штучки сложила и на сушилку положила и крашу удобно берите на заметку вот кошка видела что я на сушилке красила и ей захотелось все тут исследовать полазать вот любопытная какая же это венеция любопытная вот мы сейчас находимся в библиотеке сейчас будем вешать картину вот на эту стену ну вот кошка тут уже готова все сейчас она будет наверно картину вешать а венеция ты будешь вешать освобождай давай лестницу на не хочет освобождать да друзья еще раз всем привет снимаю уже на следующий день вот и так я напомню что я сама делала раму для картины и мы сегодня ее уже повесили в библиотеке и сейчас я покажу как это все получилось ну и заодно пройдем посмотрим мою библиотеку как я вам обещала когда-то слово надо держать итак пошли за мной ну пойдемте библиотеку она у меня на третьем этаже находится вот здесь у меня вот такая картина узнаете да это крым пошли дальше ну вот так выглядит библиотека издалека это такая открытая комната открытое пространство без дверей здесь комната одного сына здесь комната другого сына так смотрим как получилась картина вот я издалека вам ее хочу показать вот так видите мне кажется получился очень хорошо вот напомню значит рамка сделана из обычной вагонки причем вагонка старая бывшая в употреблении мы ее не покупали специально для рамы вот а в общем то использовали ту что была у нас когда-то на потолке приделана вот ее покрасили белой краской значит можно было здесь конечно с рамкой пофантазировать если вы возьмете на заметку вот этот вот мой опыт да вы можете ранку конечно под цвет картины может быть как-то подобрать как-то ее украсить по-своему то все будет зависеть от сюжета вашей картины вот в данный момент вернее данный сюжет на картине видите тут небоскребы и поэтому сюда просится такая очень строгая рамка без всяких узорчиков без всяких там выпендрежей да вот и почему белой краской ну во первых белой краской у меня была вот а во вторых вот эта рама ассоциируется все таки ну с окном наверно то есть как будто бы это вид из окна вот поэтому рамка строгая вот эти стыки смотрите вот эти стыки пришлось немножечко герметиком делать вот значит сначала этим он силиконовый наверное силиконовым герметиком заделали когда это все подсохло вот то я еще раз прошла с вторым слоем краски краска акриловая лаком я не стала покрывать потому что иначе это все блестеть будет вот мне захотелось иметь рамку матовую в общем то вот так получилось я думаю что получилось очень хорошо то есть рамка сделана по сути дела из ничего из так называемого материала ну как назвать тот который в общем то почти на выброс уже готовился вот ну давайте немножечко пробежимся по библиотеке вот здесь столик где можно в общем то присесть и прочитать что то вот ну вот здесь вот такая у нас ударная установка вот она кстати очень тихая то есть включается подключается музыка одеваю вот здесь вот пульт управления вот подключаются наушники вот то есть сидишь в наушниках просто слышишь музыку и можешь пожалуйста барабанить сколько твоей душе угодно причем окружающим это абсолютно не мешает то есть если сын здесь занимается свое свободное время мы в доме практически только такие какие-то глухие звуки слышим и все то есть нам это не мешает вот у нас эта ударная установка раньше даже кстати и в квартире стояла когда мы жили еще в Сибири она стояла в квартире и он там барабанил на ней прямо в квартире никто ничего из соседей не слышали и не жаловались они в общем то не понимали ничего вот такая ударная установка вот здесь вот кстати витражи мы делали сами вот потому что хотелось конечно вот эти вот окошечки как-то украсить вот и вот точно такие же витражи у меня на первом этаже сделаны и вот здесь вот такой вид из окна вот красота уже весна почти на улице все тает вот вот дальше значит дальше вот столько много книг книги здесь наверное у меня нескольких поколений здесь и мои книги есть и и родни в общем то все отдают эти книги нам вот потому что кому то они мешаются но у меня не поднимается рука и их выбросить вот книги здесь есть и хорошие и не очень так скажем да вот но вот так вот чтобы их выбросить я не могу поэтому мы приобрели вот сюда книжные стеллажи и я книжечки вот сюда аккуратно складываю конечно приходит с каждой недели пыль протирать не без этого мне кстати сестра еще сказала что свои книги отдаст потому что они тоже у него где-то стопками прям лежат и дома и мешают вот конечно у кого тесные квартиры и когда книги прочитаны они становятся ненужными и вроде как и выбросить жалко я говорю давайте мне вот пусть будут у меня вот и вот здесь вот журналы к журналов у меня очень много журнала я еще конечно перечитываю вот книги читать особенно конечно некогда иногда там обращаюсь к каким-то книгам отдельным совет какие-то полезные в общем у меня много таких книг там еще что-то по цветоводству просто какие-то там по макияжу и так далее по медицине есть книги вот к журналам я обращаюсь намного чаще вот здесь за рулем здесь у меня у ребят журнальчики а вот здесь мои тут у меня журналы по интерьеру различные полно журналов и интерьер и салон и красивые квартиры и как ванну обустроить кухни обустроить в общем здесь все все у меня вот это вот всего полно полно это журнал конечно за несколько лет когда-то я их выписывала вот эти журналы у меня в основном по цветоводству и для дачников моя любимая дача и так далее в общем журналов полно здесь еще полно журналов в принципе выбрасывать я их не хочу потому что в общем то иногда хочется почитать журнальчики лишний раз просто свои знания обновить вот кстати вот здесь у меня лежит каталог отто видите вот он он очень очень старый это каталог еще за девяносто восьмой год вот представляете девяносто восьмого года вот мне его прислали из-за границы когда-то подружка моя с которой я переписывалась в девяносто восьмом году вот и что вы думаете вот если посмотреть каталог вот этот за девяносто восьмой год в нем практически вот все то же самое что модно у нас сейчас большинство вот так что мы конечно отстаем еще отстаем отстаем во всем здесь и мебель и техника и практически все такое почти можно сказать современный если не знать что он девяносто восьмого года вот так что я его берегу не выбрасываю это для меня раритет вот ну вот так в общем то не знаю что еще в этой библиотеке мы может быть будем что-то усовершенствовать доделывать пока не знаю пока не знаю это все будет видно со временем вот этот уголок у меня пустой но сюда в общем то я поставила вот такой декор ну больше я думаю и ничего и не надо ну вот я вас познакомила со своей библиотекой показала вам картину вот в общем то сейчас у меня в голове еще так скажем кое-какие есть мысли что в доме сделать нужно своими руками вот но я пока их обмозговываю вот и в общем то все что я дальше буду делать своими руками какие-то самоделки для дома все я вам буду показывать значит следующее видео будет буквально может быть через день через два потом будет еще через пару дней еще видео вот и на следующей неделе наверное мы идем все-таки в турагентство покупать путевочку и на какое-то время мы хотим все-таки улететь на море куда ну пока маленький секрет вот я конечно оговорилась в прошлом видео да но у меня есть два варианта посмотрим что нам больше подойдет пока не буду этот секрет разглашать вот но я там тоже буду все снимать поэтому а сегодня больше задерживать ваше дорогое время отнимать ваше у вас дорогое ваше время не буду вот новенькие подписывайтесь пожалуйста на мой канал вот жду вас так скажем да нашу большую компанию присоединяйтесь к нам вот смотрите следующие видео просматривайте может быть видео которые сняты у меня были ранее я вас всех люблю всех целую пожалуйста задавайте любые вопросы давайте общаться пожалуйста на любые комментарии я вам обязательно буду отвечать вот так что не стесняйтесь задавайте вопросы что бы вы еще хотели видеть вот а в планах значит я вам еще покажу свою гардеробную комнату под нее мы целую комнату отвели и я вам тоже в ближайшее время буквально покажу что как чего там у меня устроено вот ну и дальше будет продолжаться конечно и тематика веселения то есть дача коров цветы семена не знаю насколько вам это интересно вот но мне кажется сейчас у всех дачи и в общем то наверное какие то мои полезные советы будут кстати вот тем более я знаю многое и по семенам и по цветам и постараюсь с вами с вами делиться своими знамени ну все все много теперь уже точно все все всем пока всех целую а че это вы здесь делаете а? кинут уже кончилось bueno кончилось кон incent Продолжение следует...